Всего в Тюркубасском районе на общественных приемах Национальной палаты предпринимателей, Министерства образования, юстиции и сельского хозяйства получили консультации более 120 человек. Медицинскую помощь получили около 9 тысяч человек. Кроме этого, в составе нашей делегации 271 человек, из них 72 медики. Наш поезд по-другому также называется поездом социальным, потому что мы ставим перед собой задачу решение социальных проблем, оказание помощи тем, кто в этом нуждается. Именно президент перед нами поставил задачу, чтобы никто не остался на нашем пути без внимания, чтобы каждый человек был именно причастен к нашим мероприятиям, будь то это лекция или общественные приемные, или это медицинское обслуживание. С участием прибывших состоялась лекция достижения 25 лет и круглые столы, посвященные этой дате. В Тюркубасском районе делегация посетила музей и памятник заслуженному государственному деятелю СССР Турару Рыскулову. Руководитель штаба, поезда и другие провели приемы жителей района по личным вопросам. За время акции в районе было принято более 1600 человек. На местах у нас не хватает педиатров, не хватает узких специалистов в области медицины, что те стандарты, принятые положения в свое время, изменения, она не всегда соответствует интересам населения. В частности, если меньше 500 человек в данном районе, то там врач не положен, там должна работать только медицинская сестра. Другой вопрос, Мангистарская область, там вопрос стоит с питьевой водой. Питьевую воду, никому не секрет, они берут аж за тысячи километров, у них есть канал трубопровод. Но есть и проблемы такого общего характера, как я уже сказал, закон о ветеранах. У нас такой закон не работает. Закон о ветеранах, мы сейчас выяснили, очень много людей обращаются, не только, мы знаем, воины афганцы, там, значит, чернобыльцы. Оказывается, у нас еще много людей, которые принимали участие в Чехословакии, Венгрии, Польше. Пенсионеры просят закон о садоводчестве. Вот я лично сам как-то не знаю, ну, был удивлен, во-первых. А во-вторых, когда люди мне объяснили по фактам, пришли целые, значит, делегации, они говорят, вот, у нас нет такого закона. Мы пенсионеры, летом постоянно занимаемся дачей, там отдыхаем, экология, это все. Ну, вот в этом году хороший урожай, и мы не знали, что делать.